здравствуйте дорогие друзья и мы сегодня поиграем в такую ретро игрушку шутер quake 3 арена легендарная quick 3 арена до 1 впервые я в нее поиграл собственно где-то в 2000 первом году или 2000 или в 2000 году собственно это старая игрушка но она действительно культовая и действительно я в ней очень много много свое время играл и я был ну чуть ли не профессионалом но естественно сейчас другие времена я в нее уже очень-очень давно и мало играю тем не менее это один из моих таких любимых шутеров мясных скажем так вот так что с мультиплеером что с мультиплеером иногда работает иногда не работает я не знаю почему сейчас сайт они высвечиваются но давайте 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 а у вас я у вас а посмотрим так вот собственно мой персонажик мой персонажик тут можно видеть можно самому играть с ботами можно играть по интернет естественно по интернету интереснее сложнее хотя я должен сказать на сложнее в каком плане это смотря какие боты какого уровня потому что если поставить ботов хардкорного уровня то тут я не знаю ребятки вот тут видите я на хардкоре проходил топор полный хардкорно Это полный пипец Честно скажу, это просто, это жесть Такие сложные боты Такие сложные боты Ну давайте попробуем Что-то у меня не то с мышкой Да и фиг с ней Просто немножко так поностальгировать Хочется так, такое рандомное, знаете, видео Просто рандомное видео Я не знаю, как я буду сейчас играть Потому что я давным-давно не играл в нее Да и с ботами Да и вообще Да, ну сколько ж времени я потратил На эту игрульку, да бог ты мой Вот я любил очень вот эту, помню, карту Да, ё-моё Больше 10 лет Да какие 10, 20 лет назад примерно Я в это рубился Ух, да, это было Это было, руки горели, прям руки горели Да, и должен сказать Было очень неплохо, неплохо я рубился Был таким, знаете, крутым задротом Да, да, Quake 3 арены Это, конечно, это легенда Это легенда Это знать нужно Это нужно знать Если вы уважаете себя как геймера То это нужно знать Это легенда Так Давайте Просто так Ну, это стандартные боты стоят тут Вот если бы было бы сейчас доступны эти серверы Да, то есть я бы погамал по интернету с людьми Я, кстати, гамал как-то Ну, это было, ну, два года назад Может быть Я гамал по интернету в этой же игре И я с чуваком там переписался Тут же можно перепить Чат тоже есть И он, короче, представляете Он, бля, ну, он реально профессионал Я ему Мы вдвоем были на сервере И я ему пишу Типа, а ты, чувак Ты, 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 ты Настолько крут Ты прям Ну, я как бы неплохо играл Но ты просто, блин Ты меня На пару секунд Игра начинается Пару секунд Меня все Капут Нету моего персонажа Его прикокошили Я спрашиваю Чувак, ты, тебе сколько лет Ты вообще Он такой пишет Что я, типа Я играю в эту игру Ну, собственно С момента ее выхода И он, понимаете Он без перерывов В нее рубится Ну, понятно Что он отточил Свой навык Я спрашиваю Сколько тебе лет Он отвечает Сорок с чем-то лет Ему было Вы представляете То есть, ну, бля На этой игре Прям поколение выросло Так, ну, это стандартные Вот боты Три ботика Но это мало Я считаю, да Для веселья Выберем еще Кстати, Биттерман Биттерман Он, по-моему, был В самой первой части Куэйк 3 В Куэйке, да В самой первой части Куэйка Вы слышите по голосу Я какой-то сегодня Возбужденный Я не знаю Что со мной происходит Но действительно Какая-то вот Энергия чувствуется Прямо Сам себе удивляюсь Я обычно такой Апатичный Мне все Не хочется Все как-то вяло Какой-то Вяло Уставшее А тут как-то прям Ох Энергия прям так Куда я пошел Ладно Ну вы всерьез Как бы не воспринимаете Это видео Это просто чисто По фану Я не знаю Просто решил Снять видео И может быть Кому-то будет От этого веселее И теплее На душе Не знаю Вот накидали Кучу ботов Еще Можно видеть Как много еще Добавлять Можно всяких ботов Так Уровень А или тут Нельзя выбрать А вот Можно выбрать Самый жесть Вот это вот Кошмар Это то что называется Хардкор Ну там Ребятки Ну там пипец Там кажется Боты Да Но человек все равно Как бы круче ботов Но на самом деле С ботами Квейк 3 арена Это Не всегда Далеко не всегда Прокатывает Это реально Даже если ты хорошо Играешь Квейк 3 арена То уровень Кошмар То бишь Хардкор Это просто Пипец Море по колено Это по моему Средний уровень Кошмар Это тоже Ой Крутой Крутой Это тоже Жесткий уровень Но конечно Ни в какое сравнение С хардкором Он не идет Ладно Ставим круто Нет Давайте все таки Хардкор Вот кошмар Давайте Самый крутой уровень Посмотрим Хе Все Ну что Ну пиздец Ну в славке Болтона Пиздец Видите Хуя Ну это чисто Я не буду так Стараться Знаете Тут прям Показывать Какой то левел Да Какой то скил Я не хочу Показывать скил Я хочу просто По фану Побегать Это ж так Это ж так Это целая эпоха Выросла на Куэйк 3 арена Вы понимаете Я часто Любил На этой карте Зависать Вот на этих Площадках Вот этих сверху Можно было Хорошо мочить Очень сверху Да Вот Ну я сейчас Чисто не стараюсь Вы должны понять Да я и Не играл давно Ну что Ну славки Минус 1 Не то что Ноль Не то что Там А минус 1 Так сказать Я вот это оружие Любил Ой Еще моя коронная Фишечка была Вот так вот Так вот прыгал И стрелял Только я попадал И очень хорошо Кстати С первого раза Кстати Во всех вот так вот Прыгал Попадал Вот так вот Пах Ну сейчас я конечно Скилл потерял Конечно Что и говорить Что и говорить Скилл я Потерял Блядь Ну видите Как я думаю Ну вы Ооо Ну вы бы видели Как я раньше мочил Это было конечно Нечто Это было нечто Я сам удивляюсь Насколько я круто Всех херачивал Ооо Наконец-то Кого-то захерачило Все Все Доминейшн Мазафака Доминейшн Полный Доминейшн Доминейшн Славки Болтун Отбился Я смотрю Недолго Но тем не менее Это была минута Это была секунда Славы Это была секунда Славы Ребят Вот Да Это было очень круто Но Я Вы Я помню В свой Самый Первый Раз Когда я Поиграл В эту игру Знаете что Мне было даже Страшно Мне почему-то Сначала Было Страшно Даже Почему-то В нее Играть Я особо Шутеров Никаких Не знал И Какая-то Атмосфера Была В том Уровне На котором Я играл Это был Другой Уровень И да Это было Круто Так Еще Конечно Отдельная Отдельное Слово Видите Эти сами Боты Они Переписываются Между Собой Там И Один Раз Я честно Вам Клянусь Что Я поставил Одного Персонажа Женского Пола Когда я Играл И я Короче С ней Переписывался Через Вот это Окошечко Я Переписывался Вот так Вот с Ботом Я Играл У меня Была Английская Версия Английская Версия Данной Игры Я На английском Я Переписывался И Вы можете Поверить Она Отвечала Но Это Ничего Никого Не удивить Что Бот Тебе Отвечает На Какие-то Стандартные Фразы Но Вы Представляете У меня Реально Затянулся Разговор То есть Это Был Связанный Разговор Диалог Это Был Диалог Это Не Было Такого Что Предложение Тебе Отвечает А Следующее Предложение Тебе Уже Не Отвечает Уже Совсем Другое Что-то Отвечает Это Был Связанный Цельный Диалог И Значит Отвечала Персонаж Минкс Минкс Наверное Знаете Кто Играл В эту Игру Отвечал И потом Я говорю Что-то Типа Можно Тебя Поцеловать И потом Я типа Поцеловал Ее Написал Как-то Словами Все Писал Но Маленький Задрот Был В то Время Школьник И Вы Представляете Она Потом Мне Отписывает Что-то Что Меня Поразило То Что Насколько На тот Момент Были Крутые Боты Насколько Вот Эта Болталка Встроенная Насколько Она Классная Была То Есть Получился Целый Связанный Диалог Так Ну Ладно Посмотрели Этот Уровень Ну Вернее Эту Арену Давайте Что-нибудь Еще Посмотрим Еще Посмотрим 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 Я любил Вот эти Космические Уровни Вот эти В космосе Вот этого Товарища Ксаэру Я просто Мочил У меня Скилл Был Настолько Развит Что Я его Прям Самое Мощное Оружие В игре Ну Одно Из самых Мощных Хотя Я вот Это Еще Люблю Потому Что От Того Оружия Очень Сильная Отдача Идет Ты Можешь Сам Себе Навредить Ненароком А вот Это Плазменная Пушка Она Она Очень Хороша У тебя У нее Совершенно Никакой Отдачи Нету Но Она Очень Мощная А мы Вот Тебе А мы Вот Так Ходоту Такую Вот Так Вот Чтобы Знала Можно Хопа Я уже Не помню Как Телепортиру Можно Как-то Телепортироваться Было С Помощью Телепорта Естественно По интернету Играть Гораздо Ну Как бы Круче Реальные Люди Ты Не знаешь Чего От них Ожидать Но Тем не менее Даже И с этой Игрушкой С Ботами Тоже Очень Классно Так То Что Называется Современными Людьми Почилиться Можно Почилиться Идемте Почилимся Естественно У нас Таких слов Тогда не было На тот Момент У нас Просто Было Погамать Там Поиграть Где ты Где ты Наглая Косоглазая Морда Где ты Кстати Он тоже Туда летит Он тоже Может Эту пушку Брать Где он пропал Слушайте А Вот ты Где Рыбий Глаз Вы видите Он мне Смайлики Всякие Пишет Хороший Выстрел Хороший Глаз Сурри Да Это Кажется Конфуций Сказал Да Вот так Вот Такое Ностальгическое Виде Я Аж Не Собирался Записывать Вы Поймите Я Просто Включил И Это Чисто Экспронт Так что Не судите Сурс Строго Может Быть Кто Тоже Немножко Со мной Поностальгирует Очень Очень Много Крутых Моментов Связано С этой Игрой Да А я Думаю Че Мне так Че Че Мне так Просто Это Ведь На уровень Сложности Средний Стоит И Поэтому Ой Ну Новичков Коек Три Арены Этот Уровень Нормальный Будет Но Да Особые Профессионалы С помощью Бензопилы Когда у тебя Кончаются Все патроны Да даже И когда И не Кончается Можно Использовать Бензопилу И знаете Особые Товарищи В мультиплеере Очень Так Жестко Нагибали Даже Дядик С большими Пушками Очень Жестко Нагибали Да Так что Не стоит Пренебрегать Всякими Колющими Режащими Предметами Они Иногда Могут Быть Даже Эффективнее Чем Пушки Вот Что Мне Нравилось В этой Игре Это Особая Кровавость Да Тут Крови Ладно Пусть Возьмет Пушку Пусть Ребенок Побалуется Да Тут Конечно Много Крови Тут Такая Прям Ну Так Сказать Я бы Сказал Это Я бы Назвал Это Рай Садиста Потому Что Потому Что Всякие Брызги Крови Расчлененочка Да Ну Вот Это Все Это Конечно Это Звучит Жутко Жутко Но Выглядит Сочно Сочно Выглядит Да Так Ага Дота Так Ладно Посмотрим Еще Уровень Зажигательная Музка Играет Вместо Того Чтобы Выйти С Уровней Я Просто Вышел Из игры Но Ничего Это Поправимо Ну Что Я Перезашел В игру Да Мультиплеер Почему То Так И не Работает Не Ищет Он Сайтов Не Знаю Почему Ладно Бог С ним С Ботами Тоже Кстати Очень Весело Играть Я Одно Время С Ботами Только Только Ботами Играл Было Такое Время И Было Очень Даже Горячо И Весело Так Ну Что Ж Давайте Вот тут Вот Жесткий Уровень Конечно Ну Как Жесткий На самом Деле Это Господи Он Нежесткий Просто Раньше Мне Было Жутко В него Играть Потому Что Тут Ну Сейчас Посмотрите Такая Сайлентхина Ахилловский Туман И Чудище Бродит Зверь Такой Страшный Этот Какой-то Минотавр Минотавр Ладно И Мы Поставим Кошмар То Самый Хардкорный Самый Сложный Уровень Посмотрим Вот Ух ты Видите А А Ты Так О Ё-моё Ты Так Не Видишь С какой Стороны Он Фигачит Тут Тут Он Еще Самый Сложный Уровень Я Поставил То Есть Очень Жестко На самом Деле Это Очень Жестко Вы Не Представляете В какую Мясорубку Я Сейчас Вступил Да Вот Так Вот Сейчас Ты Меня Товарищ Разозлил Я Тебе Напишу Знаешь Что Я Тебе Напишу Ласковое Русское Слово Из Тех Бук Вот Так Где Ты Давай Вылезай Вылезай Не боюсь Тебя Ну Ну Видели Ну Вы Видели Это Ну Это Было Жестко Ну В общем То Мне С Ними Не Совладать Да Если Лет 15 Назад Да А Тогда Слав Болтун Так Сказал Класс Ну А Теперь А Теперь Слав Болтун Немножко Старенький Стал Да Собственно Я Особо Не Стараюсь Просто Решил Так Поностальгировать Так Еще Да Кстати Вот Персонажек Можно Любого Выбрать Но Я Всегда Ну Зачастую Я Играл Именно Вот Этим Персонажем По Дефолту Он Называю Его Зовут Анарки Вот Класс Он Такой Налетающей Такой Доске Как Назад В Будущее Да Он Такой Он Худенький Он Маленький Но Шустренький Именно Поэтому Я Всегда За него Играл Так Ладно Ладненько Ла 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 Вот Этот Я Кстати Очень Тоже Любил Реально Любил Вот Эту Вот Карту Тут Да Тут Можно Было Полетать Можно Было Полетать Да Я Занял Лидирующее Неста Но Это Ненадолго Да Еще Конечно Я Любил Очень Плазма У У У У У У Вот Эту Пушку Я Очень Любил А Вот Тут Появлялась Такая Штуковина С помощью Которой Можно Было Летать У У У У У Бронежилет Кстати Товарищи Этого Зовут Дун Дун Вот такая Вот у Нас Кровавая Игра Кстати Тут Тут Даже Может Тебя Прищемить Если Ты Неудачно Встанешь Допустим Если Ты Встанешь Неудачно Видите Все Таки Скилл Ладно Шутка Вот Если Ты Неудачно Встанешь Тебя Может Прищемить Вот Этими Плитами Да То есть Капут Тебя Будет Так Сказ Ой Чуть Не грохнул Сказать Нечего Нечего Ржать Болтун Видели Когда Мне Чатик Написал О Хочу Полетать Ура Получи Теперь У меня Есть Крылья Но Это Не Значит Тебя Не Прикокошат Не Люблю Вообще Эту Винтовочку Конечно Это Ружье Не Самое Хорошее Далеко Не Самое Хорошее Оружие Но О А Вот Это Я Люблю А Вот Это Спасибо Спасибо За Подгон О Спасибо Вот Кстати Я Не Любил Вот Этих Клесков Клесков Кто Знает Поймёт Это Страшное Чудо Юго Которое Меня Прикокошило Не Любил Я Сейчас Будет Доминейшн Да Больше 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 Крови О А вот Это Уже Страшно О А вот Эту Блазмопушечку Я Любил Да Блазмопушка Одно Время Была Моим Любимым Оружием Тут Ещё По-моему Уже Распрыжка Была Ну Знаете Когда Можно Распрыгиваться И Ой Йо Когда Можно Распрыгиваться И Быстрее Бежать Быстрее Передвигаться Тоб Ну Собственно Half Half Life Да Первый Распрыжечка И тут По-моему Вот А в Цессе По-моему По-моему Не было Распрыжки В Цессе Да Ну Не важно Тут Кстати Можно В воздухе Бывало Такой Что Можно Столкнуться С кем То Это Тоже Было Очень Забавно Когда Ты Летишь Летишь И Прям Лоб В лоб Так Сказать Да Были Времена Да Блин Да Нет Ну Реально Серьезно Были Времена Люди Играли В Это Интернет В этих Компьютерных Клубах Я Не особо Ходил В компьютерные Клубы Но Бывало Иногда Заходил Рубился Тоже Рубился И это Было Замечательно Это Было Прекрасно Это Было Золотое Время Это Было Время Светлое Время Когда Ты Когда Было Игр Меньше Но Они Были Настолько Блин Классные Настолько Классно Было В них Играть Сейчас Пущу Скупую Слезу Ностальгии Да Ладно Вот он Валит Сорлок Вот этих Тварей Я не любил Вот Ну что ж Давайте Посмотрим Еще Может быть Одну Карту И Будем И будем Заканчивать Ну Собственно Самое Банальное Что могу Сказать Первый Впервые Когда я Поиграл В эту Игру Я Поиграл Именно Вот В этот Самый Первый Уровень Рейнджер Вот Вот Я Сейчас Вам Покажу Ту Ситуацию Когда Я Впервые Поиграл В эту Прекрасную Игру Это 2001 Год Насколько Я Помню И Я Помню Тот День Собственно Вито Вот Собственно Вот так Все И было Я Зашел В этот Уровень Он Такой Да Я Впервые Запустил Quake Три Арены Я Зашел В этот Уровень Я Я Особо В шутеры Никакие Не Играл Да И В игры Особо Я Не Играл И Мне Было Страшно Не то Что Я Вот Так Вот Сейчас Да А Мне Было Страшно Я Вот Так Бегал От Этого Товарища Вот Эту Игрушку По-моему Папа Установил На Компьютер Да И Он Мне Говорил Типа Ты Куда Ты Бежишь Типа Ты Должен Это Не Ты Должен От Него Бегать А Он Должен От Тебя Бегать Но Мне Было Страшно Как То Жутко И Я Вот Короче Надо Делать Ноги Надо Делать Ноги Я Короче От Него Бегал Бегал Вот Так Вот Сидел Прятался От Него Пока Пока Я Не Понял Что Нужно Действовать Действовать Куда Побежал Куда Побежал И Так Сказать Во мне Открылось Понимание Сути Игры А Да Я Начал Вот Мочить Начал Мочить Вот Вот Да И Я Начал Так Скать Доминировать Доминейшн 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 Это Было Классно Было Замечательно Кстати Обратите Внимание На Арену Они Прикольно Они Забавно Очень Сделаны Хорошо Ну Конечно Сейчас Никого Этим Не Удивишь Но На Тот Момент Это Действительно Было Круто Действительно Было Круто Здорово Прекрасно Шедеврально Шедеврально Вот Так Вот Это Было Просто Замечательно Ребятки Ну Что Славка Болтун Поностальгировал В игрушке Quake 3 Arena Возможно Кто-то Поностальгировал Вместе Со мной Кто-то Вспомнил То Вспомнил То Золотое Прекрасное Время Ну Что Ребятки Ставьте Лайки Подписывайтесь На Канал И Спасибо Вам Огромное За Просмотр Ребят Увидимся Доминейшн Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха